Шаббат шалом! Я чувствую себя точно так же, как пастырь Валентин написал, что я чувствую себя здесь как частью моего дома, что я приезжаю к себе домой. И для меня огромное привилегие быть среди вас и делиться с вами. Я верю, что сегодня кое-что может поменяться для вас. Не из-за того, что я сюда приехал, но из-за того, что Господь Он здесь. Он тот, кто может прикоснуться к нашим сердцам. Он может сделать то, что превышает наше понимание. И заглавие моей проповеди звучит так. Это будет выглядеть по-другому, чем то, как вы ожидали или думали. Иногда мы имеем неправильное представление о вещах. Иногда мы склонны думать каким-то особым, определенным образом, и только так. Но то, чему я хочу вас научить, это пример из жизни Лазаря. Я надеюсь, что все знают эту историю, надеюсь на это. Но давайте попытаемся рассмотреть ее с другой стороны, чем мы обычно смотрим на эту историю. Ешуа так любил Марфу и Марию, что не ответил на их нужду таким образом, как они ожидали. Как мы ожидаем, что Бог ответит нам? И в Иоанна, 11 главе, мы видим всю историю Лазаря. И имя Лазарес, оно означает, что Господь есть моя помощь или Господь поможет. Это история о смерти и воскресении. Лазарь и его сестры Марфа и Мария были драгоценными, дорогими друзьями Ешуа. Он очень часто посещал эту семью. Марфа, мы знаем, что она готовила обеды для Ешуа. А Мария сидела у его ног и восхищалась им. Она также помазывала елеем ноги Ешуа и вытирала их своими волосами. У этой семьи была страстная любовь к Господу. Но также эта семья знала, что Он любит их. И когда Лазарь заболел, они послали Слово, послали свои молитвы к Ешуа. И в Иоанна 11 главе 3 стихе мы читаем, «Сестры послали сказать Ему, Господи, вот кого Ты любишь, болен». И в тот момент Он еще не умер. Он только заболел. Эта семья была известна, что они знали Господа и любили Господа. Они знали, что Он был Мессией. Они знали, они верили, что Он был Сын Божий. И они знали, что если им понадобится помощь, Он выйдет к ним навстречу. Другими словами, эта фраза послали сказать, это был посыл их молитв к Ешуа. Из-за того, что они знали, кем Он был, они сделали то, что посчитали необходимым в данной ситуации. И в той ситуации в ответ Ешуа или послал письмо, или послал человека им в ответ, но не пошел сам. Сегодня мы совершаем похожие вещи в молитве. Они также знали, что Ешуа может исцелять. Они знали, что Он благой. Что Он Господь. И они ожидали, что Он придет или исцелит Лазаря. Они ожидали, что Он начнет двигаться, действовать. Они, скорее всего, ожидали, что Он сядет быстро, прыгнет в первый, так сказать, попавшийся поезд, и быстро приедет и прямо выйдет к их двери дома. Бог хочет, чтобы мы ожидали Его действия, Его движения. И Он вознаграждает такую веру. Но часто Его пути или Его время мы не всегда понимаем сразу. Для нас оно не имеет никакого смысла. Так же, как и для Марии и Марфы, это не было смысла, что Он не пришел. Почему Он не явился? Почему Он не пришел, не возложил руки на нашего брата, не исцелил его и не сделал его снова крепким и здоровым? Для них не было никакого смысла в его отсутствии. Иешуа любил эту семью. Так же, как Он любит тебя и меня. Совершенно. Вечно. И страстно. И 11 глава Иоанна, 5 стих, говорят нам об этой любви. Иешуа же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Он настолько сильно их любил, что когда получил этот призыв о помощи и приглашение прийти, Он не пришел и не ответил мгновенно. Можете ли вы это понять? Для нас это сложно понять. Если ты считаешь кого-то другом, ты зовешь его на помощь и ожидаешь, что он придет. Они послали ему экстренное сообщение. Но Он настолько их любил, что не пришел к ним в ответ сразу же. Как это работает? Какова была причина для такого ответа? Мы бы могли подумать, что это абсолютно неправильно. Прямо с умашествия. Если кто-то заботится о тебе, ты хочешь, чтобы он был с тобой. И для нас не имеет никакого смысла. И точно так же, как для Марфы и Марии, это не было осмысленным. Но это имело идеальный смысл для Бога. И я надеюсь, что когда мы подойдем к концу нашей истории, вы поймете. Он не ответил им таким образом, как они думали, он должен ответить. И не в то время, когда они хотели, чтобы он ответил. И которое имело значение для них. И Ешуа настолько их любил, что он ожидал, когда Лазарь умрет. Что он дождался времени, когда Лазарь умрет. Он знал, что будет тяжело для Марфы и Марии. Я вообще молчу про Лазаря. Насколько ему пришлось умереть. Он знал, что это не то, как эта проблема должна была разрешиться. Так как они ожидают. Так почему же он так сделал? Ешуа большее намерение было привести их к большему пониманию, кем он являлся и что он мог делать. Когда Бог делает что-то в нашей жизни, это привести нас в еще более глубокий отношение с ним. И когда Бог делает что-то в нашей жизни, причина для этого, чтобы привести нас в еще более глубокие и тесные взаимоотношения с ним. Когда Он допускает к каким-то вещам случаться в нашей жизни, это для того, чтобы мы познали Его еще больше. Его желание поднять нас выше. Чтобы мы понимали больше и больше о Нем. И понимаете, Бог иногда допускает проходить нам через сложные времена. Времена, когда мы думаем, что Он не слышит нас. Что Он не отвечает нам. Или, что те обетования, которые мы когда-либо получали, умерли. Находились ли вы в таком состоянии? Чувствовали ли себя так одиноко? Вы осознавали, что Бог больше не близко возле вас. Но это всего лишь чувство. Потому что Его обетование, что Я никогда вас не покину, что Я всегда буду с вами. Он допустил этим вещам произойти, для того, чтобы ответить таким образом, о котором мы даже помыслить не могли. И явил еще более великое понимание того, кто Он есть и что Он может делать для нас. Иногда мы привыкаем к каким-то традиционным представлениям, к такому узкому мышлению. Или мы так привыкли, что все должно происходить именно определенным образом. Или мы привыкли думать, что Бог всегда работает одинаково. Но Он не делает. Он творец всего. Он наслаждается творить что-то новое. Он наслаждается, когда Он может удивлять нас. Чтобы мы еще больше могли осознавать, кем Он является. Да, Марта и Мириум знали, что Яшуа является ответом на их проблемы. Они знали, что Он может помочь. Они знали также, что Он обещанный. Но из-за того, что Он не двигался и не отвечал так, как они думали, Он не действовал так, как они думали, что Он должен ответить им. И когда Он должен им ответить. У них было свое расписание для Него. Но то, чему я научился в течение всех моих лет жизни, я осознал, что Божье расписание совсем отличается от моего расписания. У нас у всех есть план или дневник. Надеюсь. Некоторые менее организованы, чем другие. Может быть, кто-то из вас и не знает, что и когда должно произойти. Но у нас у всех есть девайсы, и мы все можем спланировать на наших телефонах и ничего не забыть. Я всегда был немножко забывчивым. Но с годами все ухудшается. Мне необходимо что-то, что будет постоянно мне напоминать. Вообще-то у меня две напоминалки. У меня есть в телефоне. И у меня жена есть. А она постоянно напоминает меня. Много вещей, о которых я забываю. И из-за того, что Он не отреагировал на их нужду так, как они ожидали, они были смущены. Может быть, они даже ранены были и злые. И они были окружены людьми, которые пытались утешить. Люди услышали, что Лазарь все-таки умер. И они начали приходить к ним в дом. И они говорили, о, нам так жаль слышать, что случилось с твоим братом. Он был таким хорошим человеком. Вы знаете, как это происходит? Вы знаете, как это происходит? Да. Когда кто-то умирает, и вы пытаетесь прийти к ним посетить, утешить их. И вот было это огромное количество людей, которые пришли к ним в дом утешить. И многие из них, скорее всего, говорили что-то подобное вот таким словам. Что вы, наверное, чересчур много верили. Вы слишком верили этому Богу. Ну, надо спуститься с небес на землю и быть более реалистичными. И что, скорее всего, вот этот период, что Бог двигался в силе, он закончился. Вы знаете, я до сих пор слышу такие слова. О, ты слишком веришь, что Бог это сделает. Он больше такое не творит. Он поменялся. Ребята, вам надо быть более реалистичными. Ну, вы не можете ж так молиться об этом. Я не верю в это. Бог не менялся. Он сегодня тот же, как был вчера. Он также силен. Он также Бог исцеления. Он также Бог решающий проблемы. Он также Бог, который может прикоснуться к твоему сердцу и изменить его. Бог настолько мощный и сильный, что вам надо быть осторожными. Он Бог, который хочет видеть вас возрастающими в зрелость, воинами для его царства. Он хочет, чтобы вы верили в него. Он хочет, чтобы вы верили, что он может творить и делать больше и превыше вашего понимания. Он хочет, чтобы вы следовали за ним, куда бы он вас ни вел. Он хочет, чтобы вы верили, что он может обеспечить все для вас. Но все это по его расписанию. Не по-вашему. Он сделает. Он может. И он хочет. Бог хочет двигаться, я верю, даже сегодня, в силе. Но нам необходимо излить наше сердце перед Ним. Таким же образом, как тогда сделала это Марфа и Мария. Когда вы боретесь с разочарованием. Когда вы страдаете от того, что Бог не проявился так, как вы ожидали. Когда Он делает вещи не так, как вы думаете, что Он должен был. Когда вы смущены, когда вы ранены и даже злы на Бога. Не слушайте вот таких профессиональных утешальщиков. Которые придут и будут понижать ваши ожидания. Или что Бог больше так не действует. Сделайте то, что Марфа делала. Идите и встретьтесь с Ешуа. И в Иоанна 11, 20-27, мы прочитаем этот отрывочек. Когда Марфа heard that Ешуа was coming, she went out to meet Him. Но Мириам sat in the house. Марфа said to Ешуа, «Мастер, если вы были здесь, my брата не было бы умереть. Но я знаю, что я знаю, что whatever вы askите от Бога, Он будет умереть». Ешуа said to her, «Your брата будет умереться снова». Марфа said to Him, «Мастер, I know, I know, He will rise again in the resurrection on the last day». Ешуа said to her, «I am the resurrection and the life. Whoever believes in Me, even if he dies, shall live. And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?» She says to Him, «Yes, Lord, I believe that You are the Messiah, then Elohim, who has come into the world». Итак, читаем Иоанна 11, 20, 27. Марфа, услышав, что идет Ешуа, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Ешуа, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего не попросишь у Бога, даст тебе Бог». Ешуа говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала Ему, «Знаю, знаю, что воскреснет воскресенье в день последний». Ишуа сказал ей, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она же говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты Мессия, Сын Божий, грядущий в мир». Вы видите этот диалог? Когда я читаю такие отрывки Писания, я пытаюсь читать их со всей страстью, прилагаю все усердие. Потому что я верю, что оно так происходило, страстно, эмоционально. Когда я слышу проповедников или учителей, которые монотонно читают Писание, но Бог, Он живой. Бог, Он живой. И Он слушает нас. Марфа выбежала навстречу Иешуа и поделилась всем, что она думала. Она излила Богу свое сердце. Она рассказала, как она себя чувствовала. Расскажите Богу, как вы себя чувствуете. Расскажите Ему, что вы не понимаете. Почему Ты еще не ответил? Почему Ты не пришел, Господь? Мы можем с вами это делать. Говорить о том, что вы смущены. Даже говорить о своей злости. Говорить Ему, что ваше сердце разбито. Вы даже можете приходить Ему и говорить, как вы хотели, и как вы ожидали, чтобы Он ответил и среагировал в вашей ситуации. Будьте честны и открыты перед Богом. И для Него это не проблема. Марфа излила все свое сердце перед Ним. Почему Ты не пришел? Если бы Ты был здесь, Он был бы жив. Почему Ты не пришел? Когда мы послали Тебе сообщение. Почему Ты так ждал долго? Я не понимаю Тебя. Я смущена. Ты любишь нас. Мы знаем, что Ты любишь нас. Но Ты не пришел к нам. И Ишуа дал ей ответ. И Ишуа дал ей ответ. Веришь ли ты еще в Меня? Готова ли ты к тому, что Я сделаю то, чего Ты не ожидала? Готова ли ты подняться выше? Чтобы понять почему. В моей жизни очень много происходило ситуаций, когда я задавался этим же вопросом. Почему, почему, почему Бог? Это неправильный вопрос. Потому что Он знает. Мы должны задавать вопрос, когда, Господи? Когда Ты будешь действовать? Когда Ты это сделаешь? Я ожидаю Тебя. Я ждать Тебя. Я хочу, чтобы Ты пришел в Мои обстоятельства. В течение тех времен, когда Вы не получаете ответа на свои нужды, и Ваши ожидания не оправдываются, то, как Вы думали, Он будет отвечать. Не поворачивайтесь от Него. Поворачивайтесь к Нему. Продолжайте приходить к Нему. Обе, и Марфа, и Мария, они пришли к Яшуа со своим смущением и болью. Вы помните, Марфа вернулась к Марии и сказала, что Яшуа уже в городе. И тогда Мария пошла к Нему. И в большинстве она повторила то же самое. Почему Тебя здесь не было? Мы тоже должны идти к Нему. Когда Мария пришла к Яшуа, она упала к Его ногам. И это то место, где она уже была раньше. Помните первый раз, когда Яшуа пришел к Нему в дом? Мария сидела у Его ног, и она слушала, о чем Он учил. Марфа на кухне была. Расстроенной. А ну скажи ей, чтобы она тоже на кухне была и помогала мне. И что ответил Яшуа? Нет. Она на правильном месте. Мы должны быть на этом правильном месте. Сидеть у Его ног и слушать то, что Он нам говорит. И она также пришла в этот раз к Его ногам. И она излила свое сердце, рассказала о своей боли и о своем смущении. И Яшуа не обиделся на ее. Он не расстроился. Бог не отворачивается от вас, когда мы страдаем. Даже когда мы боремся с Ним. Помните, Яков боролся с Господом. И иногда нам тоже необходимо такая борьба с Ним. И помните, как Яков ответил, «Не отпущу тебя, пока не благословишь Меня». Не позволяйте Богу уйти. И не позволяйте людям оттащить вас от Него. Даже когда мы боремся или расстроены. Он ободряет нас смело приходить к Нему в момент нашей нужды. И мы знаем это местописание евреям, 4 глава, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Можете вы это сделать? Приходите с уверенностью, с дерзновением. Зная, что Он тот, кто Он сказал, кем Он является, и что Он может сделать то, что Он пообещал. Я думаю, что часто мы приходим к Богу с смущением, неуверенно. «Да, Господь, вообще-то Ты можешь это сделать, но я не уверен, что для меня Ты это можешь сделать. Я недостаточно хорош. Я не так долго Тебя знаю. Нет. Приходите с уверенностью, с дерзновением». Когда мы делаем так, приходим с уверенностью, это движет Божье сердце по направлению к Нему. В Джон 11, 33, это говорит, «Когда Иисусе увидел ее, мысливая, и жюдицы, которые пришли с ней, мысливая, он был глубоко угромен в его духе». И в Иоанна, 11 главе, 33 стихе, мы читаем, «Яшуа, когда увидел ее плачущую, и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился». Это касается его сердца. И он начал двигаться, действовать в духе. И сострадание Божье начало проявляться в нем. И в Иоанна, 11, 35, это говорит, «Яшуа прослезился». Наверное, самый короткий стих в Писании. Даже несмотря на то, что это короткий стих Писания, он очень весомый. «Яшуа плачет о нас». И я верю, что когда Марфа и Мария были с Иешуа, они видели, как глубоко он тронут, и как он действует. Он как бы прошел с ними все то, что они проходили. И в них также что-то изменилось, сдвинулось. Они вспомнили, что Иешуа — Бог, который возлюбил их. Бог, который принимает их, почитает их. Бог, который хочет лучшего для них. Когда они осознали, что Бог не ожесточил своего сердца по направлению к ним, что ожесточение их личных сердец, оно было удалено. Вы, может быть, не осознаете это. Но иногда ваше сердце ожесточено по направлению к Богу. Потому что вы не получаете то, чего вы хотите от Него. Но Он готов открыть Себя новым образом для нас. И мы видим здесь, что Он был готов сделать что-то большее. Мы видим, как Он возлюбил нас. И мы видим это пророчески у гробницы Лазаря. Когда Иешуа сказал «Отодвиньте камень». Камень — это то, что запечатывает гробницу. Камень является знаком нашего согласия со смертью. И это представляет, что мы сдались по поводу обетований Божьих в нашу жизнь. И позволили нашему сердцу ожесточиться. Я хочу кое-что вам сказать сегодня. Обетования Божьи не умерли. Они живы. Обетования, которые Он провозглашал в вашу жизнь, они живы. И мы увидим с вами не только исполнение этих обетований, но также еще большее откровение о самом Иешуа. И вот Иешуа стоял возле этой гробницы. Место смерти. Но тогда на самом деле, знаете, что по-настоящему умерло? Представление Марфы и Марии о нем. Помните, Он обоим им ответил «Я есть воскресенье». И это обетование, оно не умерло. И я верю, что Он возрадовался. Потому что в этот момент Марфа и Мария, они стояли на пороге еще большего осознания, что Бог больше, чем Он им до этого открывался, и что Он всесилен и может сделать больше их представления. И Иоанна 11, 40 говорит нам, что Иешуа повернулся к Марфе и сказал ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» И Он провозгласил таким образом, что Бог всегда слышит наши молитвы. И отодвинут был камень. И Иешуа взглянул и сказал, «Поте, я благодарен, что ты слышишь меня». И затем, с полной уверенностью и дерзновением, Иешуа воскликнул, «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь вышел из гробницы. И некоторые люди говорят вот что. Это кладбище было, и там много могил было. И некоторые люди утверждают, что если бы Он не назвал его по имени, то все кладбище бы воскресло. Я не знаю, может быть. Он всесильный Бог. Лазарь вышел из гробницы. И это проявило еще большую меру того, кем был Иешуа. И больше это не были просто слова. Я есть воскресенье. Они увидели это своими глазами. И сейчас Марфа, Мария и Лазарь знали его не только как друга. Не только как Господа. Не только как Мессию. Не только как Бог, исцеляющий. Они теперь познали его как победителя над смертью. И над любой работой врага. Он в контроле всего. И из-за того, что Бог это сделал Своим путем. Вместо того, как они ожидали. Они получили большее откровение от того, кем Он являлся. Когда Бог что-то делает. Это проявляет Его характер и Его силу. Но это не только имело эффект или влияние на них. Это зацепило весь город. Прорвалось пробуждение. И многие в том городе познали, что Иешуа — это Господь. И Иоанна 11, 45 говорит нам. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иешуа, уверовали в Него. Когда Он движется в силе и власть. Это не касается только некоторых. Это затрагивает многих. Прославляйте Его имя. Он — тот, кто Он сказал, кто Он есть. Не смотрите назад и не смотрите на то, как вы ожидали, чтобы что-то произошло. Смотрите вперед. Смотрите вперед на Иешуа. Что Его пути выше наших путей. Изливайте свое сердце к Нему. Верьте, что Он слышит абсолютно каждую вашу молитву. И если вы будете стоять на своем веровании, вы увидите славу Божью. И как Марта, Мария и Лазарь. Мы не просто увидим исполнение обетований. Мы увидим и примем большее откровение о том, кем Он является. И если это произойдет здесь, может быть, это принесет пробуждение всей Одессе, всему городу. Хотите видеть весь город затронутым? Вы хотите видеть людей, приходящих в Его Царство? Ожидайте, что Бог будет двигаться. Стойте в вере. Стойте в вере. Просто противостойте разочарованию. Верьте, что Бог проявится удивительным образом. И это проявит больше того, кем Он есть, чем вы когда-либо осознавали. Ожидайте с радостью что Бог сотворит это своим совершенным образом. И что Он сделает это гораздо мощнее, больше, чем мы когда-либо просили или представляли. И Ефесянам 3 глава 20 стих Тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Это Божья сила, которая работает в нас. Он хочет работать в тебе сегодня. Если мы поймем это, это высвободит что-то очень сильное, и это пойдет дальше и больше будет, чем мы можем представить. Когда мы осознаем, что Он, Тот, Кто живет в нас, мы можем понимать, что и Его сила живет в нас. И эту силу мы можем использовать не для своей славы, но для Него. И использовать не так, как мы думаем, она должна быть использована, но использовать ее под Его водительством и Его инструкцией. Когда это происходит, когда так будет происходить, все то, что вы думали, что уже не сбудется и умерло, Он воскресит. И даже большим и лучшим образом для Его славы. Пусть для вас это будет год, когда вы будете слышать Его говорящим к вам, что ваши сны, видения и судьба будут проявлены. Его предназначение, которое имеет для вас. Те видения и сны, которые Он хочет дать вам. Может быть, вы уже видели какие-то сны, и сегодня вы думаете, что они умерли. Может быть, были обетования, которые вы больше не верите, что они исполнятся. Верьте, что для Него это возможно. И что может Он это сделать сейчас. Что Он может сделать это в этом году. Он хочет, чтобы мы полагали нашу веру на Него. Чтобы мы доверялись Ему. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим за то, что Ты хочешь прикоснуться к нашим сердцам и жизням. Чтобы мы могли переживать Тебя, но по-новому. Чтоб Твое имя было прославлено. Отец, я благодарю Тебя за то, что Твоя работа, Твои обетования, Твоя сила, Твоя власть. Пусть наши сердца будут открыты. Открыты к тому, что Он хочет делать, и особенно сегодня. Он хочет поднять вас. Может быть, Некоторых Он хочет воскресить. Воскресить в вас веру и доверие. Давайте верить Ему. Давайте доверять Ему. Спасибо, Отец. Двигайся в Духе Святом. Прикоснайся к сердцам. Слава Тебе.